Парк Древний Херсонес в миниатюре откроется 27 апреля. Такой проект в Севастополе создается впервые. В экспозицию войдут 20 изделий, построек которые существовали на территории Херсонеса, начиная с 5 века до н.э. Над воплощением идеи трудились севастопольские археологи из Национального заповедника и крымские архитекторы. На территории парка Миниатюр представлены эпохи от Древнегреческой до Средневековья. То есть, можно сказать, три основные эпохи – это Древнегреческая, Римская и Византийская. Среди построек, которые планируется восстановить Базилика 1935 года, античный театр, сооруженный еще в III веке до н.э., а также множество других объектов, разрушенных в разные времена. Здесь можно отнести к памятникам Древнегреческого периода, или даже уже точнее, эллинистического периода. Мы можем отнести монетный двор, так называемый, наш памятник, который раскопан еще Костюшко Валюжиничем. Кроме того, будет представлен макет театра III века до н.э., то есть эллинистического периода. И храм, античный храм, который был, древнегреческий храм, который был открыт на территории центральной площади городища. Самой крупной конструкцией, которую удалось воссоздать, стала Уваровская базилика – христианский храм Содневековой Таврики. Руководитель проекта Артем Нуров говорит, что подобная идея назревала давно. Он со своей стороны обратился к руководству национального заповедника. Инициативу поддержали. Археологи проводят раскопки и делают различные находки, а архитекторы воссоздают древние постройки. Мы брали научные работы. Кто-то защищал кандидатские, кто-то просто раскапывал, как граф Уваров. И потом мы на основании этих работ делали 3D-модели на компьютере. Их там представляли ученому совету, и уже они нам согласовывали дальнейшее пускать в производство или не пускать. По словам Артема Нурова, среди ученых было немало споров по воссозданию построек. Ведь в таком макете нужно учесть каждый нюанс. Именно поэтому производство такой модели требует немало времени. Производство занимает, ну я скажу так, если вот взять обычную базилику 35-го года, то это около 20-25 дней. А какие-то большие модели там, ну они занимают там больше месяца. У нас большой коллектив, большой штат и художников и проектировщиков, 3D-дизайнеров, именно непосредственно тех, кто занимается изготовлением. Из чего сделаны модели, остается загадкой. С секретом авторы не поделились. Но заверили, материал очень дорогой, и каждая миниатюра стоит порядка 10 тысяч долларов. Всего же на экспозицию потрачено 300 тысяч долларов. Подобный проект является первым в городе, и эту серию собираются пополнять. Уже в октябре на территории Парка Победа появится парк городов-героев. Святослав Данилов, Денис Александрович, программа «Наше время». Спасибо. 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 Спасибо.